Великой Отечественной войне Официальные торжества открыли празднование. Церемонию телеканал ОНТ показал в прямом эфире. Президент сделал громкие заявления, в том числе о лицемерной и безумной политике Запада. Тезисы главы государства напомнит Игорь Тур, который по-прежнему на Площади Победы. И сейчас он на связи со студией. Игорь, ждем подробностей. Добрый день, коллеги. Как вы можете заметить, мы по-прежнему находимся на Площади Победы, где по-прежнему очень много людей. На вскидку в 12 часов начали возлагать цветы к Монументу Победы все желающие гости, которые пришли сегодня в центр Минска. И вот до сих пор этот поток не закончился. На вскидку мы обсуждали, какое количество людей пришло сегодня на главный праздник в истории суверенной страны. Ну, я, во всяком случае, ставлю на цифру 10-12 тысяч. Как минимум. Это, во всяком случае, те, кого было заметно и на Площади Победы, и на Проспекте Независимости. Что было? Очень коротко расскажу. От Октябрьской площади большая колонна начала движение в сторону Площади Победы. На Площади Победы, естественно, уже их ждал глава государства, руководящие лица нашей страны, ну и большое количество неравнодушных белорусов. В колонне, которая двигалась в сторону Площади Победы, первые ряды занимали молодежь наша, потому что у нас в год историческая память. И этот праздник особенный для того, чтобы передать память о Великой Победе именно молодому поколению. Суворовцы, кадеты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов и классов за ними. Именно так. Руководители республиканских органов госуправления, ну и далее представители госорганов, общественных организаций, трудовых коллективов. Ну и правда было очень много молодежи. Во включении в 11 часов я уже говорил, что очень много национальной символики в этом году. Сверх много, это приятно радует. Так вот, когда вот эта большая масса людей с красно-зелеными флагами, атрибутикой уже прибыла на Площадь Победы, ну прям вся площадь стала в цветах национального флага. Это безумно приятно. Позже глава государства как раз таки сказал во время общения с журналистами, что возможно, ну вот мы славяне такие люди, что иногда нам, нас нужно подтолкнуть к каким-то сложностям, какими-то сложностями, и тогда вот в нас просыпается тот дух и тот патриотизм, который был в нас всегда. И возможно сегодня как раз таки подтверждение этому наиболее яркое. Ну и после того, когда большая колонна шествия памяти прибыла на Площадь Победы, началась торжественная церемония возложения венков к Монументу Победы. Естественно, в первых рядах был глава государства вместе с сыновьями, поэтому если режиссеры подготовили этот фрагмент, предлагаю вместе со зрителями его посмотреть. Так началась церемония возложения президент Белоруссии вместе с сыновьями. Мы помним, Беларусь помнит и расскажет новому поколению белорусов, которые, к счастью, не знают горе войны. Расскажет о великой победе, которая досталась нам дорогой ценой миллионами человеческих жизней. Склоним же головы перед павшими на полях сражений, почтим их вечную память, низкий поклон выжившим и бесконечная благодарность от нас, от потомков победителей. Ну и затем, естественно, Александр Григорьевич выступил с речью с трибуны у Монумент Победы. И особым вниманием, естественно, не обделены сегодня были наши ветераны, герои Великой Отечественной войны, которые, безусловно, являются главными действующими лицами, несмотря на то, что времени умолимо их становится все меньше. Но главные слова Александр Лукашенко сказал в первую очередь для всех героев Великой Победы, во вторую очередь, конечно, для всех нас, для белорусов, которые помнят о том советском подвиге, обязательно должны помнить в будущем и обязательно эти знания передавать молодому поколению. Давайте послушаем. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Победы, которая сохранила белорусскую нацию и предопределила путь развития всех поколений белорусов. Стала неотъемлемой частью общей национальной идеи. И сегодня у священного вечного огня мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить, жить свободно на родной земле и в своем государстве. Мы помним всех, кто до последнего патрона сдерживал врага на границе и у Брестской крепости, под Минском и Могилеву, кто был замучен в застенках гестапо, кто сгорел в Хатынь, Дальве и Тростенце. Миллионы жителей положила на алтарь Победы наша большая общая Родина – Советский Союз. И 80 минувших лет не заглушили эту боль. Чести слава победителям, вечная слава погибшим, минута молчания. Ну и после минуты молчания глава государства обратился с особой, на мой взгляд, речью, поэтому я всем зрителям рекомендую сегодня посмотреть ее целиком. На мой субъективный взгляд, это была одна из самых сильных речей белорусского лидера за последние годы, говорил он о следующем, что 9 мая, День Победы, в этом году, конечно, ну немножко с горечью, потому что в прошлом году, в День Победы, мы праздновали с легким таким налетом событий августа 2020-го. 9 мая в этом году, безусловно, с налетом событий, которые происходят в этом году, касаемо западного давления на Россию, в первую очередь на Беларусь, в пристежку, нас по-прежнему называют некими агрессорами. Так вот, Александр Лукашенко сегодня спросил для начала, а присутствуют ли где-то здесь послы западных государств, которые всегда говорят вот тоже о некой памяти, в свою же, правда, сторону. Никого из послов зарубежных стран не было здесь. А также Александр Лукашенко публично обратился к народам западных стран, к политикам западных стран с пламенной такой речью относительно того, что, возможно, как раз-таки Западу уже пришло время остановиться, переосмыслить свои действия и не повторять многих ошибок, которых они наделали очень много. Я предлагаю послушать большой фрагмент речи президента Беларуси, потому что это очень важно сегодня. Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается. Только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. Ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами «Сохранение прав человека и некоего устойчивого развития стран». Но на самом деле политики Запада не хотят признавать то, что миллиарды людей на земле веками живут по своим законам. А чтобы создать мир по своему образу и подобию, они пытаются ослабить тех, кто живет и думает иначе. Обращаясь сегодня к народам Запада, «Хочу сказать, но вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия провалившихся попыток силового переустройства Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и других стран. Это же все было на нашей памяти. Переустроили? Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и страдания. Жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Я хочу, чтобы вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, в Варшаве и Нью-Йорке, в Брюсселе и Амстердаме, живущие мечтами, озеленеющие Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных детях Африки знали, что ваши деньги, очень много ваших денег тратятся на самый обычный геноцид. Никакую Сахару вы не спасаете, никакие леса вы не спасаете и детей вы не накормили. Вас использовали в темную в Югославии, в Ливии, в Ираке, в Афганистане, а теперь в нашей Украине. Последователи нацистов одержимы идеей реванша, но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо, поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками, концлагерей и даже их семьями. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выживший, под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухемича, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братья украинцев и россиян. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня они герои, из них делают героев, а завтра их будут уничтожать, потому что нацизм в Европе не нужен. В тех западных странах хотят, чтобы нацизм был у нас, чтобы мы раздеврались противоречиями, чтобы мы страдали. Я думаю, западу надо над этим тезисом подумать, а Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе. И вы их знаете. Коллеги, это самый важный фрагмент выступления президента Беларуса сегодня на площади Победы. Как вы видите, мы по-прежнему остаемся здесь. Людей, не сказать, что намного меньше становится. Я так понимаю, что еще многие минчане, гости столицы, гости нашей страны приезжают сюда, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям возложить цветы. Цветов очень много, поэтому смотрите о большом празднике сегодня в эфире ОНТ. От себя только скажу. Вот пока мы здесь готовились к нашему эфиру, около получаса на этой точке находимся. Ну вот столько много поздравлений. Просто люди проходят мимо и говорят, ребята, вас с праздником, с Днем Победы. Искренне от души, улыбки. Так, в общем-то, было всегда. Но в этом году как-то по-особенному. Поэтому, ну если нужно было пережить все то, что мы пережили за последние несколько лет для того, чтобы, ну вот, было в День Победы вот так, может, оно того стоило. Коллеги. Игорь, спасибо. Хотим напомнить, что проходит десятилетие, сменяются поколения, но великая победа, как символ национальной гордости, единства и взаимовыручки, продолжает жить в сердцах многих миллионов людей. В адрес президента и белорусского народа поступают поздравления с годовщиной победы от зарубежных лидеров и известных людей. Александр Лукашенко также направил поздравительные телеграммы президентам стран СНГ народа Украины. В поздравление Владимиру Путину, в частности, глава государства отметил, что праздник победы по-особому дорог белорусам и россиянам. Сегодняшние драматические события со всей очевидностью показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам. Официальный Минск направил поздравления и другим политическим деятелям России, патриарху московскому и всей Руси Кириллу, руководителям интеграционных объединений и международных организаций. В эти минуты и в столице, и по всей стране белорусы уже празднуют 9 мая. Широкая программа в регионах и, конечно, в Минске. Торжества с утра и до позднего вечера. Ожидается, что на улицах и в парках будет многолюдно. Отовсюду уже звучат песни военных лет. Для каждого из нас это особенный день. И даже дети хорошо знают о значении праздника Победы для белорусского народа. Наши корреспонденты работают на основных локациях. Ирина Плотская на одной из них. Ирина, приветствуем в эфире. Какое настроение в городе? Добрый день, Елена. С праздником, с Днем Победы. Мы находимся в эпицентре Гуляний на площадке у Парка Победы. Символическое название. Значимое место здесь и для жителей столицы. В июне 41-го на торжественном открытии Комсомольского озера мельчане и узнали о том, что началась война. Сегодня здесь можно увидеть антураж того времени. Возле обелиска выставка военной техники и в парке звучат фронтовые мелодии. Можно не только посмотреть, а также залезть на танк, взять в руки автомат, поперетягивать канат и много других развлечений. Приходит в основном с семьями. Праздничные мероприятия рассчитаны до конца дня. Поэтому многолюдно будет до самого вечера не только в Парке Победы, а также в других скверах и на проспектах столицы. Приезжают посмотреть на праздничный Минск. Со всей Беларуси. Я приехала с города Борисов. Мне нравится все. Здесь очень красиво. Хочу всю обладать технику, потом погулять. Мы пришли, чтобы показать детям технику, чтобы показать праздник, чтобы они были в курсе и знали, что такое победа, как она там тяжело досталась, сколько было жертв. Это все детям надо рассказывать. Ждали этого праздника, приехали специально с дачи пораньше. И вот, чтобы сыну показать все наследие наше, как проходила вся война, чтобы все помнил, знал. А мы всех приглашаем вместе с нами присоединиться к празднику. Тематические интерактивные зоны развернулись вдоль проспекта победителей от Дворца спорта и до Стеллы, Минск, город-герой. Елена. Ирина, спасибо. Думаю, что примут ваше приглашение. В центре Минска, буквально через реку от нашего телеканала начала работу выездная студия ОНТ, где мои коллеги под открытым небом тоже следят за тем, как проходит праздник и встречают интересных гостей. Все вместе мы постараемся передать атмосферу 9 мая. И прямо сейчас на связь выходит Наталья Немогая, Александр Серебренников. Наталья, Саша, добрый день и вам слово. Приветствую тебя, Елена, и вас, наши дорогие телезрители. С праздником вас. С Днем Победы с нашим общим и таким любимым праздником. И говоря военной лексикой, мы, не меняя дислокации, находимся на том же месте в тот же час. Да, вот уже 77-й год мы отмечаем замечательный праздник, День Великой Победы Добра над Злом. И действительно, мы не меняем дислокации, потому что место очень красивое, потрясающая вода, фонтаны, зелень, парк. Просто супер. Мы сегодня на протяжении всего дня будем включаться к вам в эфир и рассказывать, как проходит этот праздник, как отмечает его наша страна. Ну и, конечно же, мы ждем в гости наших почетных и уважаемых гостей. Да, гости у нас всегда особенные, как, например, школьники, которые уже не нарушают традицию, сорокалетнюю традицию, и несут вахту памяти у Вечного Огня на Площади Победы. Мы их с удовольствием представляем. Это Владимир Бассей, Надежда Кузнецова, средняя школа номер 182, города Минска. Ребята, с праздником вас! Ребята, с праздником вас! Спасибо! С праздником вас! С праздником вас! Гордость вызывает, форма красивая, просто блеск. Ребята, вахту памяти несут лучшее из лучших. Скажите, вы пришли к этой почетной миссии, благодаря чему? Соревновательному духу или все-таки позову и велению своего сердца? Скорее, позову и велению к тем, кто погибли. И поэтому мы этим занимаемся, поэтому мы несем почетную вахту памяти. Лично у меня оба дедушки воевали, и один даже дошел до Берлина. Это прадедушки, наверное, уже, да? Нет, именно дедушки. Дедушка до сих пор жив? К сожалению, нет. Ну, я должен сказать, четыре смены по пять человек. Друзья, это надо очень хорошо запомнить. Я почему это хорошо знаю? Потому что сам в 86-м году нес такую же вахту памяти у Вечного огня на площади Победы. Итак, четыре человека четыре-пять человек. Значит, смена 15 минут зимой, каждые 15 минут. Правильно, нет? Уже по-другому сейчас стало? 15 минут летом, когда в теплую погоду. Ага. А зимой 20? А зимой 10. Уже 10? Уже 10. Ну, ребята, ну, надо сказать, откуда такая ответственность у вас? Это все-таки из семьи или это школа закладывает? Это и семья прививает, и школы. То есть у нас проводятся всякие мероприятия. Мы посещаем музеи, мы посещаем разные города, и это и школа прививает, и дома. Но это же особенная школа. 182-я школа это имени Карвата. Имени Владимира Карвата, первого героя Беларуси. Потрясающе. Ребята, скажите, ну, вахту памяти нести, конечно же, ответственно, очень волнительно, а в День Победы волнительно, наверное, вдвойне. У вас бывало, что именно 9 мая в праздник вы стояли у Вечного Огня? Какие эмоции вообще испытываете, когда стоите, что вы чувствуете? Ну, 9 мая мы не заступали, мы возлагали цветы. По-моему, Надя возлагала венок. Ну, эмоции, конечно, переполняют, потому что это очень ответственно. Это День Победы. Это неописуемо. Еще очень волнительно и боишься упасть. А, ну, это правда, потому что четкие движения, вот эти вот слаженные абсолютно... Знаешь, покажи мне, ты, кстати, показывала мне, переключила мусора. Я их с детства помню, а потом в армии еще передалась все это дело. Да, это же специальный, как он называется, правильно? Мемориальный шаг, он делается на 4 счета, то есть ты поднимаешь руку сюда, это шага. С правой руки, левая, назад. Да, и левую руку, понимаешь, раз, два, три, четыре. Ого! Раз, два, три, четыре. Ничего себе! У меня даже не хватает, как бы... Потому что ты в армии не служила, и слава богу, как говорится. Да, слава богу. Ну, ребята, вы молодцы, но я понимаю, что это не просто вот вахта памяти. Есть же и другие акции, в которых вы участвуете. Есть другие акции. Мы посещаем разные города, вот конкретно с постом номер один мы были в Бресте, мы были в Санкт-Петербурге, мы впервые поехали в Санкт-Петербург по пост номер один. Мы возлагали венки, заступали в почетный караул поле, и также на площади Победы города Санкт-Петербурга. В городе Бресте мы были с постом номер один. Также мы просто посещаем мероприятия в Минске. Глядя на вас, вы наше будущее. Вы знаете, сердце у нас с Александром радуется, потому что вы такие красивые. И успокаивается, очень важно. Надо сказать, что мы теперь спокойны за наше будущее, за будущее нашей страны, за будущее поколения нашей. Это очень важно. Ребята, спасибо вам огромное. Вы не только сильные, статные, красивые, умные, но главное, что вы настоящие патриоты из своей Родины, такими и оставайтесь. И с такими ребятами, как вы, я считаю, что все у нас будет хорошо и даже лучше. Ну что ж, друзья, вот такие у нас будущие граждане нашей Беларуси, уже настоящие, как говорится. Так что вы просто уважение из уважения. Уважение. Искренеть всего сердца. Спасибо вам большое. Ну, я думаю, что наши ветераны тоже сейчас смотрят и гордятся тем, что вы делаете. Коллеги, спасибо. И свяжемся с вами в следующем выпуске. События Великой Отечественной затронули каждую белорусскую семью. Сегодня нет равнодушных, нет тех, кто не отмечает праздник. От мала до велика. Это день, который объединяет поколения. Белорусы поздравляют друг друга, делятся добрыми словами, пожеланиями мира и своими личными историями. Для меня, наверное, вот моими героями, моими образчиками были мои деды, прадеды, прабабушки. И я не понаслышке знала вообще о тех ужасах войны, которые происходили. Они всегда были для меня таким, знаете, живым примером. Вот какой-то невероятной отваги, мужества. Не псевдопатриотизма, а такого настоящего патриотизма. Я хочу пожелать всем людям, живущим и в Белоруссии, и во всем мире. Самое главное, конечно же, мира. Мира, процветания, спокойствия, какой-то гармонии в душе. И помнить о том, что, наверное, очень многое можно было бы в жизни реализовать, и очень многое можно было бы в жизни сделать. Но самое главное, когда над головой есть мирное небо. Сейчас, когда, к сожалению, последние годы особенно активно пытаются переписать историю, да, вот именно в год исторической памяти, как никогда жизнь показывает, нам очень важно знать правду, и не только знать, пусть она печальная правда, пусть это печальный урок в жизни нашей страны, Белоруссии, но, тем не менее, даже из печальных уроков мы должны делать выводы, потому что повторить такое в ни коем случае нельзя, когда каждый третий белорус погиб в этой ужасной войне. Эту память мы должны нести через века, через свои сердца, и передавать так же, как нам родители передавали, так же и мы должны передавать своим детям, внукам, потому что пока мы помним, пока мы знаем, мы чтим и подвиг наших отцов, наших дедов, прадедов, которые сражались за эту землю, за эту мирную страну. Это праздник, хоть и со слезами на глазах, но это праздник, и поэтому, конечно, я всем желаю прекрасного настроения, ну и, конечно же, любить, любить свою родину, любить память о том, что с нами происходило, ценить, и, конечно же, вот осталось совсем немного ветеранов, и, безусловно, их чтить, и всячески помогать, и не только 9 мая вспоминать о них, а вообще всегда о них помнить. Великую Отечественную войну сентябрь 43-го стал историческим для Беларуси. Именно в этом месяце, задолго до начала легендарной операции Багратион, началось освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Первым бремя гитлеровской оккупации сбросил себя небольшой полесский райцентр Камарин. 20 отважных воинов, которые отличились при форсировании Днепра, получили тогда звание Героя Советского Союза. Максим Вечерков, хроника Большого сражения. Осень 43-го. Центральный фронт готовится освобождать Беларусь. За 30 дней наступления его войска уже продвинулись на 300 километров. Такая скорость ошеломила противника. Он как раз отступал к оборонительным укреплениям на Днепре. Ранним утром 23 сентября под покровом тумана штурмовые батальоны 360-го стрелкового полка начали форсировать легендарную реку. События тех дней напишут позже в военных отчетах. Напоминали апокалипсис. Это была битва насмерть. Форсирование Днепра происходило в очень сложной ситуации, потому что один берег был высокий, другой берег был низкий. Бои за освобождение Камарина долго длились, потому что Бракин уже будет освобожден только 23 ноября 1943 года. Расстояние небольшое, а бои шли очень долго. Жертв было много среди военных, а среди мирных было много жертв за период оккупации. Справа берега немцы ввели непрерывный огонь из пулеметов и пушек. Все вокруг было покрыто дымом, гарью и пылью. Казалось, что земля содрогается от боли, но наших воинов уже было не остановить. На лодках и плотах, на подручных средствах и даже вплавь они сумели переплыть. Днепр и вступили в решающую схватку с врагом. В кровопролитном бою первый район и центр Беларуси городской поселок Камарин был освобожден. Немецкие как бы войска сами сказали, что советская армия в этой операции показала свои наилучшие качества. То есть они были такие слаженные, они войска поддерживали везде, со всех сторон. И танкисты, и артиллеристы, и это с воздуха. То есть очень было все слажено в советской, да, в советских войсках. И это помогло, конечно же, победить и вытолкнуть немецкие войска с территории Брагинщины и Камаринщины. Наши войска прорвали оборонительные рубежи, которые оккупанты считали неприступными. Немецкая армия понесла колоссальные потери. Фронт, перебравшись через Днепр, продвинулся далеко за Камарина. На белорусскую землю, несмотря на то, что до полной победы было еще далеко, начала возвращаться мирная жизнь. Ну, это не передать просто словами. Это надо прочувствовать все. Люди ждали, люди надеялись, до последнего все верили. В основном, это сейчас уже Камарин разросся, расстроился, а тогда это еще было не сильно большое село такое, поселок. Сегодняшний Камарин часть Брагинского района. Это ухоженный в чем-то даже образцовый городской поселок. От них улиц около 20. В самом центре большое братское захоронение с фамилиями погребенных. 957 воинов погибли при освобождении поселка и близлежащих деревень. Своя аллея героев с именами защитников есть и в местной школе. Герои Советского Союза уроженцы разных республик, разных республик. Араз Анаев, например, был пограничником в Таджикистане и пограничники просили наших гомельских пограничников сфотографировать вот этот памятный знак и передать туда. Каждый год число имен погибших воинов в братском захоронении растет. Постепенно сюда переносят могилы из ближайших сел, которые опустили после Чернобыльской аварии. Нередко находят останки и при естественном обвале берегов Днепра. Такова, к сожалению, цена освобождения одного городского поселка. История о героизме и мужестве, в итоге подарившая свободу всей Беларуси, продолжает жить в сердцах тех, кому дорога память о подвиге. Максим Вичерков, Владимир Петенев. Наши новости. Гомельская область. Победная автоколонна в честь героев-освободителей по главному столичному проспекту сегодня проехали патриоты Беларуси. У всех кто-то из родных, бабушки, дедушки воевали. К белорусам присоединились россияне и словаки, для которых эти страницы истории священны. В основном участники на современных авто, но есть и ретро. В Беларуси с 41-го года были и словаки. Многие потом сбежали к партизанам и многие погибли. Наши деды нам это рассказывали. Ну, мы их победу носим с собой. А то же рассказываем. То, что мы слышали, то рассказываем дальше. Конечно же, это радостный день, но он со слезами на глазах, действительно, когда это и радость, и боль, оно все соединилось. Да, да, именно москвич. Поэтому погода сегодня благоволит, это должен быть самый очаровательный праздник. Это отрадно, то, что люди стремятся вот свой выходной и праздник 9 мая не просто куда-то выйти и отметить как бы праздник, а еще сделать что-то значимое. Вот сегодня мы поедем с портретами наших ветеранов и с такими символичными наклейками на автомобилях. Сейчас мы едем на стадион Динамо и там уже присоединимся к шествию Беларусь помнит. Следующая остановка площадь Победы участники автопробега присоединились к главным событиям в столице. Пришли сюда с портретами своих близких. Это мой свекр в 17 лет пошел воевать, а потом был ранен, а потом дожил до Победы, вернулся в строй. В общем, очень гордимся с праздником Победы. Это должно пройти через поколение, через года. Великая Победа не должна никогда забываться. Движение автоколонны продолжится. Сегодня патриоты Беларуси еще возложат цветы на Кургане Славы. Мы, беларусы, мирные люди. Мы никого не ждали на своей земле. Война лишила нас тех, кого мы любили. война забрала у нас наши мечты. Война выжгла нашу землю. Но мы выстояли. Сквозь огонь и смерть мы вернули мир. Чтобы наши дети могли любить и быть любимыми. чтобы наши дети могли стать теми, кем хотят стать. Чтобы мы были хозяевами на своей земле. Мы защитили наше будущее. помните об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин